Руза на поле Руза на поле Знаменская на живописном берегу Москвы-реки оборудовали инфраструктуру для разных видов спорта. Пляжный волейбол, настольный теннис, большой надувной бассейн, гребли на байдарке, стрельба из лука, полоса препятствий и даже необычные активные развлечения. Мокрый, или как еще его называют скользкий футбол, отличный аттракцион для летнего отдыха. Чтобы в него играть, не нужно никаких специальных знаний или умений, нужно лишь желание и хорошее настроение. Впервые фестиваль «Климфест» прошел летом 2021 года и собрал несколько сотен участников из разных районов Подмосковья. В этом году мероприятие приурочено к Международному дню дружбы. Подобные мероприятия мы проводим несколько раз в году. Зимой – это с ночевкой в морозном лесу, летом – в полевых условиях, ночевка – в полочный городок. Основная идея – отвлечь людей от гаджетов, приобщить их к спорту и воспитанию патриотизма. Шесть команд из Одинцовского, Русского, Нарфаминского, Красногорского и других округов состязались в спортивных играх в течение трех дней. У нас есть полная команда силовиков, кстати, с буквой «З» в поддержку. Они выступают тоже дружно и все. То есть ребята вообще такие принципиальные, корректные. То есть они с таким удушевлением выступают в поддержку и себя, и спорта, и ребят, и детского спорта, и движения этого в целом. Организаторы фестиваля с большой ответственностью отнеслись и к вопросу безопасности. На протяжении всех трех дней праздника на территории дежурили пожарные и сотрудники аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского округа. В этом году на фестиваль приехали более 300 человек, которые разместились в палаточном городке. Пока одни соревновались друг с другом на спортплощадках, другие отдыхали на свежем воздухе. Мы приехали с семьями, кушаем, отдыхаем, наслаждаемся, занимаемся активными видами спорта. Соревнования у нас все красиво организовано, замечательно. Много команд, все очень дружные и веселые между собой. Хотя и соперники, но при этом в чудесном костре вчера мы пели песни шикарные под костром. Все у нас здорово. Еще листики. Оранжевого, красного. А вот оранжевого у нас с вами нету. Мастер-класс по рисованию ватными палочками, экологическая лекция «Почему нельзя убивать муравьев» и катание на байдарке. Пока взрослые в спортивном азарте участвовали в соревнованиях, с детьми занимались волонтеры. После насыщенного разнообразными активностями дня – дружеское общение и песни у костра. Вечером у нас бывает самое любимое мероприятие и у наших гостей, и у нас организаторов. Это вечерний костер с песнями под гитару. Это как в нашем пионерском детстве. И там уже нету никаких состязаний, там мы все одна команда. И я солдат, и я знаю свое тело, мое тело. В воскресенье подвели итоги спортивных состязаний. Почетное третье место получила красногорская команда «Рыцарь будущего». «Русский Просоюз» стал серебряным призером, а победила команда Можайского округа «Отряд Красных Панам». Все призеры награждены кубками, дипломами и медалями. Полина Толмачевов и Рит Харидинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова